В Бруклине, на Брайтон-Бич, в русском ресторане «Националь» ветераны Второй мировой войны празднуют День Победы. Праздник для них устроила благотворительная организация Be Proud Foundation. Русскоязычную общину пришли поздравить нью-йоркские политики во главе с конгрессменом Хакимом Джеффрисом. Все вместе хлопали в такт песни Давида Тухманова «День Победы». Нам в интервью конгрессмен сказал, мир уже 70 лет празднует победу союзников по антигитлеровской коалиции. История показывает, чего можно достигнуть при Союзе Америки и России в борьбе с общим врагом. Сегодня угроза миру – ядерный Иран. С этой угрозой можно справиться лишь общими усилиями Америки, России, Китая. Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Стивен Симбровиц. Для меня 70-летие разгрома фашистской Германии – это еще и 70-летие освобождения моих родителей солдатами Советского Союза. Родители были освобождены из нацистского трудового лагеря в польском городе Ченстахова в 1945 году. Это знаменательный день для моей семьи. Депутат Ассамблеи штата Хелен Вайнстин. Мой дед был солдатом российской армии во время Первой мировой войны. Моя бабушка из Польши. Многие члены ее семьи погибли в нацистских лагерях. Политика изоляционизма, которая превалировала в Соединенных Штатах накануне и в начале Второй мировой войны, была ошибочной. В Америке считали, что война была далеко – за океаном, в Европе. И пусть европейцы сами воюют. Потом в Вашингтоне поняли, что необходимо включиться в общую борьбу. Союзническая антигитлеровская коалиция может служить моделью для борьбы с мировым терроризмом. Среди тех, кто праздновал День Победы, были молодые люди. Сергей Рыбак знает, что его дед попал в немецкий концлагерь, бежал, воевал. Александр Итин говорит, что в его семье воевали оба деда и все дяди. Среди ветеранов, которым состояние здоровья позволило прийти на праздник, был 90-летний Григорий Данилович. В Нью-Йорк переехал из Киева. Во время войны был разведчиком, переходил линию фронта, наносил на карту данные о расположении противника. Взял два языка. Позади тяжелые ранения, контузии, Сталинградская битва, бои на Курской дуге, участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. В Люблине, после освобождения лагеря смерти майданок, был назначен помощником коменданта лагеря. Среди наград – медаль «За отвагу». Когда началась война, мне еще не было 17-ти. Леониду Розенфельду, 91 год, приехал в Нью-Йорк из Одессы. Ушел на войну, когда ему было 17. Участник боев в Сталинграде, на Курской дуге, в составе 16-го отдельного мотоциклетного батальона брал рейхстаг. Воюя, мстил за родителей. Моих родителей сожгли в Одессе, в пороховых складах. В 17 ушел на рытье окопов, оттуда в армию, прошел всю войну, был ранен, демобилизовался в 46-м в звоне сержанта. Они еще молодцы, танцуют, у них прекрасная память, еще могут многое рассказать, если найдутся слушатели. Всем им под 90 или за 90 уже нельзя откладывать на потом слова благодарности. Спасибо вам большое. Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, НТВ Америка, Бруклин, Нью-Йорк.